Кража в законе. Что известно о планах Запада присвоить активы Российской Федерации на 300 миллиардов долларов? Уже более двух лет на Западе ищут способы присвоить российские активы, замороженные после начала украинского конфликта. Изъять чужие деньги в обход международного права, к тому же у всех на виду, задача не из простых. И дело даже не в законах, которые на Западе научились виртуозно обходить и переписывать под себя. Проблема в том, что воровство чужой собственности в столь крупных размерах может создать опасный прецедент, ударить по репутации Евросоюза и США и привести к оттоку инвестиций. Эксперты, в том числе из Международного валютного фонда и Европейского центрального банка предупреждают, что конфискация российских активов несет серьезные риски для мировой валютной системы и может подорвать роль доллара как резервной валюты. Но что такое для Запада потенциальные риски, если на кону 300 миллиардов долларов? На кону 300 миллиардов долларов, что известно о заблокированных активах Российской Федерации. После начала российской спецоперации в 2022 году США, Евросоюз, Канада и Япония заморозили российские активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Речь идет об активах Центробанка России и российских бизнесменов. Большая часть замороженных средств находится в европейских странах. Так, на международной площадке EuroClear в Бельгии заблокированы 208 миллиардов долларов. В США хранится сравнительно немного – порядка 5 миллиардов долларов. В марте 2022 года глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Запад заморозил почти половину золотовалютных резервов Центробанка Российской Федерации. В Москве блокировку и возможную конфискацию российских активов назвали нарушением международного права. Конфискация резервов Центробанка возможна лишь в том случае, если соответствующее решение принято Совбезом ООН. В течение двух последних лет на Западе ведутся дискуссии о том, каким образом можно было бы использовать российские активы, чтобы это не выглядело воровством и не создало опасный прецедент. Рассматривались различные варианты – от полной конфискации активов до использования их в качестве залога с целью привлечения средств на восстановление Украины. США настаивали на наиболее радикальном методе – полной конфискации. В то же время ряд европейских стран, в том числе Германия и Франция, обращали внимание, что инициатива с изъятием российских активов наталкивается на юридические препятствия и может оказать негативное влияние на стабильность европейской валюты. В феврале нынешнего года юристы из США, Германии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Японии пришли к заключению, что конфискация активов Российской Федерации может быть законной, если изъятые средства будут переданы Украине в качестве компенсации. Однако в Европе с этим заключением согласились далеко не все. Многие европейские эксперты заявили о том, что конфискация активов несет юридические риски и в конечном итоге может нанести ущерб репутации еврозоны. Первый пошел. Как США присвоили российские деньги. Палата представителей Конгресса США на минувшей неделе приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Вскоре после этого проект закона был поддержан Сенатом США и подписан президентом Джо Байденом. Согласно документу, российские активы, хранящиеся в США, будут конфискованы и направлены Киеву в качестве компенсации, а также использованы для восстановления Украины. США также пытались протолкнуть идею с конфискацией российских активов в ходе встречи глав МИД стран G7, которая прошла в Италии с 17 по 19 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи заявил, что страны-семерки движутся к тому, чтобы выработать совместное решение в вопросе замороженных активов, которое отвечало бы международному праву. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 все еще работают над созданием конкретного механизма изъятия российских активов. В идеале Европа и США должны действовать совместно, особенно учитывая, что большая часть средств удерживается в Евросоюзе, сказал Салливан. Однако с принятием решения об использовании российских активов в G7 пока не торопятся. Главы МИД-семерки заявили, что планируют подготовить рекомендации ко встрече лидеров стран G7, которая состоится в июне. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, юридическая база для использования российских средств в пользу Украины все еще оценивается. В то же время Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что страны G7 планируют решить вопрос конфискации доходов от российских активов еще до июньского саммита. Спешка обусловлена желанием как можно скорее обеспечить дополнительное финансирование Украины. Близки к политическому соглашению. Что предпринимает Европа? Европейские страны к вопросу об использовании средств Центробанка Российской Федерации подходят более осторожно, нежели США. План Евросоюза на данный момент не предусматривает полного изъятия российских суверенных активов, но предлагает конфискацию прибыли, полученной от их реинвестиции и ее использования в целях поддержки Украины, сообщает ТАСС. Согласно плану, депозитарии, хранящие активы Центробанка России, должны размещать получаемую от них прибыль на отдельных счетах. Затем эти деньги будут облагаться налогом, близким к 100%, поступления от которых будут перечисляться в бюджет Евросоюза, а оттуда пойдут на поддержку Украины. По оценкам Еврокомиссии, этот механизм позволит получить в 2024-2027 годах в виде доходов от активов Российской Федерации порядка 15-20 миллиардов евро. На данном этапе страны ЕС одобрили предложение Еврокомиссии об обязательном размещении доходов от реинвестиций замороженных российских резервов на отдельных счетах. Также сейчас ведется обсуждение возможности использования прибыли не только для реконструкции Украины, но и для финансирования европейской военной промышленности с целью дальнейшего оказания военной помощи украинской армии. 22 апреля министр финансов Бельгии Винсент Ван Петтегем сообщил, что ЕС близок к политическому соглашению по обложению специальным налогом прибыли от замороженных активов России. Первый такой сбор может быть произведен уже к 1 июля. С энтузиазмом копают яму. Что говорят эксперты? Международный валютный фонд уже неоднократно предупреждал о рисках для мировой валютной системы в связи с намерениями Запада присвоить российские активы. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева еще в декабре 2023 года предупреждала, что конфискация активов может оказать негативный эффект на мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику. На минувшей неделе на эту тему высказался директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. Он заявил, что вопрос конфискации активов России в пользу Украины должен решаться соответствующими юрисдикциями и судами. В любом случае, подобные действия несут риски мировой валютной системы. «С нашей стороны важно следующее. Какое бы решение ни было выработано, должны быть приняты во внимание возможные последствия для функционирования международной денежно-кредитной системы», — заявил Каммер. О последствиях изъятия замороженных российских активов предупреждает и Европейский центральный банк. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард недавно заявила, что конфискация активов нарушит международное законодательство. «Я видела четыре различные схемы или предложения, но они могут быть истолкованы как нарушение правового международного порядка», — сказала Лагард. По ее словам, переход от блокировки активов к их конфискации не должен нарушать международный порядок, соблюдение которого Запад требует от России. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе Стас заявил, что изъятие российских активов нарушит все те гарантии, на которых держится банковская система стран Запада. «Если обсуждать эту идею с точки зрения логики и интересов самих стран Запада, то она может в значительной степени нарушить все те гарантии, на которых держится банковская система Европы и Соединенных Штатов». «Но учитывая, что сейчас торжествует такая голая и откровенная политизация, к сожалению, все возможно», — сказал эксперт. «Следуя такому курсу, США и их сателлиты с большим энтузиазмом копают яму сами себе. Любой разумный инвестор, которому надо где-то сохранить деньги, уже не будет так безоглядно предоставлять их европейским странам и Соединенным Штатам. Потому что сегодня там не любят президента Владимира Путина, а завтра не будут любить какого-нибудь другого президента», — указал политолог. В сложившихся обстоятельствах, по словам Жарихина, напрашиваются ответные действия на национализацию собственности Евросоюза и США в России, которые стоят несколько дороже, чем те российские деньги, которые собираются разворовать, в первую очередь, в Европе. Банальное воровство. Как реагирует Россия? В Москве назвали действия западных стран по удерживанию российских активов воровством и напомнили, что Россия может ответить зеркальными мерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в руках России находится значительный объем западных средств и имущества, которые могут быть конфискованы по принципу взаимности. «В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры. Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия», – указала дипломат. Захарова отметила, что Москва рассматривает посягательство Запада на свои активы как неприкрытое циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. «Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России», – сказала дипломат. Она также обратила внимание, что Запад утратил способность к разработке даже псевдоправовых оснований для своих хищнических действий. США и их сателлиты, фактически находясь в предбанкротном состоянии и обеспечивая функционирование собственных экономик за счет наращивания долгов и присвоения чужих материальных ресурсов, пытаются диктовать условия странам мирового большинства», – подчеркнула Захарова. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что контрмеры Российской Федерации в связи с конфискацией российских активов в США не будут ограничены по времени. При этом посягательство Вашингтона на российскую собственность Гаврилов назвал «банальным воровством». Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Россия задействует все доступные механизмы, если Запад пойдет на конфискацию ее активов. При этом он считает, что предпринятые России меры будут мощнее западных. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал изъятие российских активов посягательством на государственную и частную собственность. По словам Пескова, действия Вашингтона в этом вопросе незаконны. Они станут предметом судебных разбирательств. Он заявил, что судебный процесс будет очень сложным, но нанесет сильный ущерб экономическим интересам США. Песков считает, что конфискация активов Российской Федерации нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки. Это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоголебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности, сказал он. Министр финансов Российской Федерации Антон Селуанов заявил, что политически мотивированные предложения о конфискации российских активов подрывают и так хрупкий фундамент под действующей международной валютно-финансовой системой. Эти неправомерные действия сделают основные резервные валюты еще более токсичными для использования в международном платежном обороте и, соответственно, при формировании золотовалютных резервов центральных банков. Российская экономика в расчетах с контрагентами при этом успешно переходит на национальные валюты в торговле с дружественными странами, приводит слова Селуанова ТАСС. Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин считает, что США своими действиями намерены разрушить экономику Европы. Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать Евросоюз на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики, заявил Володин. По его словам, такое решение нанесет непоправимый ущерб международному праву, создаст прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом. Катастрофический прецедент, что пишут зарубежные СМИ Конфискация Соединенными Штатами российских активов может подорвать роль доллара в мировой финансовой системе, пишет Блумберг. Обеспокоенность подрывом позиций доллара как доминирующей мировой валюты возникла в 2022 году, когда США и их союзники заморозили активы России. Страны, которые используют доллар в международной торговле, должны быть уверены, что их активы не будут конфискованы по прихоти США, говорится в материале Блумберг. Агентство приводит мнение бывшего сотрудника Международного валютного фонда, эксперта Корнельского университета Эсвара Прасада. Усиленное превращение Америкой своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов безусловно заставит соперников США задуматься о дедоларизации, сказал Прасад. Блумберг также отмечает, что на этой неделе Россия пообещала принять контрмеры, после конфискации ее активов, а также оспорить действия США в суде. Эксперты предупреждают, что это может привести к конфискации активов граждан США в России. Китайское издание Global Times считает, что решение США о конфискации российских активов создаст катастрофический прецедент против существующего международного финансового порядка. Издание отмечает, что политическая элита США полностью осознает, что конфискация российских активов подорвет международную финансовую систему. Однако многие в Вашингтоне поддерживают радикальные меры, ошибочно полагая, что последствия не коснутся США. Конфискация не решит проблемы украинского конфликта, а лишь усложнит ситуацию и приведет к тяжелым последствиям для международной финансовой системы. Выступая в Совете по международным отношениям, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнула, что конфискация российских активов на сумму около 260 миллиардов долларов, которые в настоящее время заморожены в Европе, подорвет верховенство права на международном уровне и приведет к непредсказуемым последствиям, пишет Global Times. Действия США окажут негативное влияние на мировую финансовую систему, что приведет к финансовым конфликтам или даже финансовым войнам, прогнозирует издание. Конфисковав российские активы и передав их Украине, Евросоюз выстрелит себе в ногу, говорится в статье профессора права и экономики, сотрудника аналитического центра Брейгеля в Брюсселе, Армина Штайнбаха. Материал публикует французское издание Le Figaro. Автор считает, что последствия от изъятия российских средств в большей мере окажут негативный эффект на Европу, а не США. Ответные меры России после такой конфискации будут в основном направлены против Европы. Самое простое для России – это конфисковать активы европейских компаний, о чем она неоднократно заявляла в прошлом. Сумма оставшихся в России иностранных активов составляет 285 миллиардов долларов, из которых 105 миллиардов долларов принадлежат европейским компаниям, что в три раза превышает активы из США – 36 миллиардов долларов, пишет Штайнбах. Если Россия в качестве контрмера конфискует иностранные активы, то это приведет к сценарию, при котором за финансирование Украины будут расплачиваться не правительства, а европейские компании, считает эксперт. Конфискация суверенных активов также создает опасный прецедент и может привести к оттоку инвестиций. И опять же это в большей мере затронет Европа, а не США. Исторически Соединенные Штаты мало заботило международное право. То, как Вашингтон успешно парализовал орган по разрешению споров при Всемирной торговой организации, является лишь одним из многочисленных примеров того, как политика США выходит за рамки международных правил. Однако культурные особенности Европы принципиально иные. Европа осознает ограниченный характер своей целостности и силы. Зависимая от открытых рынков, она придерживается норм международного права и многостороннего подхода. ДНК Европы основана на определенных правилах. Однако этот образ был бы испорчен, если бы произошла конфискация активов в столь крупных размерах и на грани законности. Инвесторы отвернулись бы от Евросоюза, если бы он поставил под сомнение соблюдение прав собственности. Но эта проблема вряд ли беспокоит доминирующие в плане экономики Соединенные Штаты, резюмирует Штайнбах. Субтитры создавал DimaTorzok